Девушки отдыхают Ксюша, привет! Не виделись еще сегодня. Начнем с тебя. Короче, у моей жены в WhatsApp есть группа, где она и три ее подруги. А еще есть группа, где они втроем и нет одной из подруг. И еще есть группа, где они втроем и нет другой. Короче, они создали группу, чтобы обсирать ту, которой нет. Да! Да, девчонки. И самое смешное, что моя жена уверена, что нету группы без нее. Искренне верит. Я говорю, не переживай, есть. Это группа, где я и мои друзья. Там всем достается. Вообще у девушек в WhatsApp интересные группы. Я не видел ни одной группы, которая бы называлась «Мы подруги». Группы у девушек в WhatsApp называются «Шальные императрицы», «Стервы», «Кошки». То есть девочки изначально поделились на тех, кто бухает, изводит мужиков и сыт в тапке. Вот распределились по группам. Но я не к этому. Одна моя знакомая рассказала, что у нее была группа с подругами, которая называлась «Даха и Целки». Мужики, согласитесь, у мужиков не может быть такой группы. Миха и девственники. У мужиков будет группа «Миха до сих пор девственник», где тебя тупо обсирают все. Вот такая может быть. А вот «Даха и Целки». Капец. Кстати, потом группа стала называться «Даха, Вика и Целки». Короче, дошел до названия «Даха, Вика, Настя, Лена». И мне искренне хочется верить в том, что название группы поменялось хотя бы не за один вечер. Иначе как жаль, что я пропустил эту тусовку. Прикиньте, у меня есть машина «Королла» 89-го года. Моя гонка. Моя малышка. Моя ровесница. Ее пытались угнать в этом году. Мне когда об этом сказали, я подумал, «О, Экзибит, наконец ты взялся за что-то серьезное». Кому нужна «Королла» 89-го года? Это не такая машина, на которую можно подъехать к девчонкам и сказать, «Эй, кица, прыгай сюда». Скорее всего, это такая машина, в которой можно две ноги из дна высунуть, и всей семьей бежать с криками «Я БАДАБАДУ». Капец. Самое смешное, что вор не смог угнать этот автомобиль. У него не получилось. Все вы знаете, что самое сложное, чтобы угнать «Короллу» 89-го года, нужно найти «Короллу» 89-го года. Он, короче, просто забрался в автомобиль и разнес мне всю приборную панель. Хотя, возможно, он хотел помочь. Он хотел ее уничтожить. Короче, я узнал потом, что чувак до этого два года отсидел за кражу «Лексуса». А теперь решил украсть мою «Короллу». Возможно, он подумал, что, ну, если за «Лексус» дали два года, то за эту пару часов максимум дадут, да и все. Я живу на БАМе и недавно возвращался поздно ночью домой с работы и услышал, как женщина на всю улицу орала «Караул! Караул! Помогите! Караул!» Я извиняюсь. «Караул? Это что такое? Караул!» Если ты кричишь «Караул!», дальше должна идти фраза «Караул! Разбойники!» Кого там вообще грабили? Хозяйку словаря, надеюсь. Короче, всех же в школе учили, если вдруг заблудитесь в лесу, нужно кричать «Ау! Ау!». Вот если я буду идти по лесу, и кто-то будет кричать «Ау! Ау!», я максимум допою «Днем и ночью счастье зову!» И под разумбаума пойду веселый дальше. «У кого мама кофту называет батник?» Есть такие? «Сынок, тебе так идет этот батник?» Это чисто мамина фраза, она не может, знаете, звучать очень сексуально от девушки. «Я хочу тебя с ними, этот батник!» Нет. Ну, хотя и мама тоже не разбирается в современных словах. Мы один раз смотрели ТНТ, там сказали слово «кунилингус». И вот, ну не прошло и секунды, и мама тоже «А чё это такое?» Я реально засмущался, я не знал, чё ей сказать, я не знал, чё ей ответить. И я вспомнил, как мы тоже в детстве смущали маму вопросом типа «Мама, откуда появляются дети?» Короче, смотрите, в таком случае нужно маме ответить. «Мама, кунилингус» — это когда в капусте детей «Ищут, ищут, 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 ищут». И не могут найти. У меня всё, спасибо. Спасибо.